Начинается у нас игра Эльфи против Абвера. Честно говоря, Эльфи в этом чемпионате практически ничего уже не светит, но на самом деле Абвер тоже идет сейчас пока что в одних из самых последних слоях таблицы. Так что, так что, игра будет... Ну, не могу сказать, что этим игрокам сейчас есть за что бороться, но тем не менее, вы знаете, за престиж. Нужно все-таки играть. Как-то непонятно мне в этом Сатине. У Сатине сейчас у нас 0 побед, 10 проигрышей, и он последние игры просто даже не играет. Он играет 6 пул рашем, играет за зергов. Ну, это, скажу так, неуважение саму себе, как мне кажется. Мало того, что не уважает своих соперников, так еще и зрителей и саму себя. Итак, у нас Эльфи... Как бы его так нормально назвать? Эльфи как-то не звучит. Короче, будет протасом. Поверяется снизу, Абвер появляется сверху. Абвер у нас известный любитель каких-то хитрых стратегий, которые понятны только ему одному. Но зато он обладает прекрасным чувством тайминга, и это позволяет ему выигрывать, несмотря ни на что. Обратите внимание, что до сих пор у нас не заказан Аверлорд, делается экстрадрон. И похоже, что это будет очень быстрый пул, очень быстрая собачка. Нет, строится Аверлорд, все-таки заказан Аверлорд. Правда, поздновато, как несколько. Тем временем, протас у нас сделал себе пилончик, поехал быстренько в разведочку. Для чего делается такая быстрая разведка? Для того, чтобы заадаптировать экспант своему противнику. Но проблема в том, что сейчас зерки против протаса практически не строят быстрые экспанты. Почему? Потому что слишком тяжело отбиться от первого зилота и от фотонок. Фотон Раш для зерка, который делает экспант, является просто-таки смертельным. Итак, у нас Авер делает газ. Сейчас сразу же будет строиться, как мне кажется, еще и пул. Ресурс уже есть, заказывается еще один рабочий, 15 рабочий, и только после этого строится пул. Пул, вы посмотрите, два раза поменьшал уже протас поставить пулу свою сопернику. Говоря, чему ставится несколько поздновато. Ну, это не сильно страшно, под учете то, что, в общем-то, опасаться зилота первого зилота не приходится. Так что, от того, что там на 2-3 секунды позже пул, это ничего не меняет. Меняет это только то, что чуть позже будет экспант. То есть, чуть лучше будет 4 варгей пуша, если протас в него собрался играть. Пока что, во что играет протас, нам непонятно. Я не уверен, что это будет 4 варгей пуша. Мне кажется, что, скорее всего, это будет фаст экспант. Поживем, увидим. Интересно, тут забинжен Нексус. На 9-ти кнопках. Как на пианино, видимо, играет сейчас у нас Этфер для того, чтобы сделать себе APM повыше. Ну, как видим, не особо у него это получается. APM 90 у зерга и APM 70 у протаса. Это очень мало. APM 70 это, в принципе, когда вы играете одной рукой. Где-то так. Итак, у нас появляются первые зерлинги. Есть уже, вернее, заказан апгрейд на скорость. Обратите внимание, что остаются еще 2 дрона. Катаются они на газе. Интересно, для чего. Возможно, это будет быстрый тракан, а возможно, это будет быстрый лэр. Я, честно говоря, не уверен. Мне кажется, что сейчас для зерга гораздо более актуальной является экономика. Нужны ресурсы, потому что нужно строить королев. Хотя бы трех. Нужны, конечно же, троны. И нужны, конечно же, оверлорды. Газ пока что ни к чему. Если вы играете через FastExpand, вам в любом случае желательно построить одну саночку. Для того, чтобы играть более надежно. И, конечно же, сделать побольше, побольше дронов. За счет чего вот эти вот два дрона, которые сейчас катаются на газе, могли бы принести неплохую подпитку по минералам. Но сейчас у нас уже максимальное количество рабочих на минералах. Вот сейчас можно было бы их снять на газ. Причем снять не двоих, а сразу всех трех. Потому что рабочих у нас уже 20 штук. Но минерала надо всего-навсего 16. Так, появляется вторая королева. Ставит Cryptumor. И переплывает на Expand. Очень правильно. Тем временем, Protoss у нас добавляет себе еще два ГТВ. И выходит FastExpand для себя уже. Добавляется у нас все больше и больше в Сентри. Прибегает разведочная собака. Сделать она тут, понятное дело, ничего не может. Спокойненько убивает ее Protoss. Не доконтролил зерк. Мог бы, конечно же, отбежать этой собачкой. И уже работает Expand у зерга. Что-то мискликнул у нас Абвер. Бывает. Ничего страшного. На самом деле, если вы видите, что у вас рабочие куда-то там сорвались, вы просто-напросто выделяете, допустим, зажимаете Ctrl левым кликом и нажимаете кнопку C. Тогда рабочие сами привезут сюда минералы. Не нужно будет кликать лишний раз. И вот такие вот мисклики, как получились у Абвера, у вас их не будет. Итак, небольшая кучка зерненков выбегает к Protoss. Но Protoss как раз вышел вперед. Ой-ой-ой-ой. Это очень опасно, потому что эти собачки сейчас могут, во-первых, пробежать на мэй. Во-вторых, подгрызть немножко Nexus. Тосс бежит назад. У Nexus слишком мало сейчас хейтпоинтов. Очень мало у него шилда. И, конечно же, если бы собак было чуть-чуть больше, можно было лишиться сейчас своего экспанда. Да, вот для чего добывался у нас газ. Мы видим, что добавил Roach Varian со стороны зерга. Газа ему хватает для того, чтобы продолжать подстраивать тараканов. Конечно же, не будет лейера. Конечно же, не будет у нас апгрейда на скорость. Но зергу это не нужно. Зерг сейчас пытается максимально быстро сделать армию. Максимально быстро пропушить паст экспан своего оппонента. Достраивается Nexus, достраивается Forge. Можно делать фатоночки. Протас пока что этого не делает. А тараканы-то все ближе и ближе. Их все-то больше и больше. Делает 22 зерлингов. Вдумайтесь! 22 зерлинга делает сейчас зерк. И то вот, у него будет порядка 50 лингов и еще 8 тараканов. Это вся армада сейчас придет к Протасу. И все будет зависеть от того, как он раскидает форсфилды. Чуть-чуть криво кинут форсфилд. Считай, проиграл. Приходит зерг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пока что ни одного форсфилдания не было кинуто. Зерг протекает, забегая в центре к частью зерлингов. Ой-ой-ой-ой. Вынужден терять сейчас пробок Протас. Ну, и еще не факт, что он отобьется. Зерг бросается на Nexus. Часть зерлингов наконец-то пробегает, опять же, пробегает к центре. Очень плохие форсфилды, как мне кажется. В центре все погибают. Сталкеры окружены. И это означает, что Протас теряет свой экспант. И, похоже, проигрывает эту партию. GG. Ну, вот поэтому и надо. Чуть лучше раскидывать форсфилды. 1-0. Авер у нас пока что тащит. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.